Декарда Кайна Декарда Кайна Декарда Кайна Декарда Кайна У нас тут одна локация По сути в которой мы Не осмотрелись Вот эти кстати подземелья сейчас Будут Здесь по моему я все Зачистил правильно Ну да пещеры Пещеры В этих пещерах я вроде как все Изучил Горящее это здание Нам мимо него и вот Мы в новой локации Так, сундук Качественный кушак Сравним с нашим У нас превосходный кушак И наш кушак Получше вашего кушака Каменистое поле Ребятки, мы на месте Это что за парни Вы что-то огнем Загорелись Что происходит Кромсатель Стальной глаз Стеганный доспех Не исследованный Давайте сравним с нашим Ну у нас Явно получше надета одежда Хотя он тоже неплох Плюс 10% К ускоренному восстановлению От удара И 9% К сопротивлению яду Может быть подойдет Для наемника Это мне пригодится Я даже не сомневался Что это тебе пригодится Не помню Не помню В каменистом поле Ну не помню Где нам нужно найти Тайный этот проход Чтоб до дерева добраться Ну и с одной стороны Это плюс Потому что нам придется изучить Немножко территорию Заодно прокачать персонажа Дальше по сюжету Мы всегда успеем Продвинуться Тут у нас будет Интересная загадка С деревом Вороны нападайте Наголовник какой-то неплохой Ух ты Гнездо Нечистой птицы Гремучее зелье Вот это и есть Наш подземный проход Ну отлично Что мы его нашли Сейчас Вот видите У меня так всегда получается Я его и не искал И попал Куда надо А бывает наоборот Хочется побыстрее Отыскать нужное местечко И бывает Ты его не можешь найти вообще Легкий шлем Ой у нас и уровень повышен Ну давайте тогда качаем Персонажа Древо умений В смысле дерева Следующий уровень 7-9 Атака Максимум целей 17 Но воронов 5 То есть воронов больше и не становится Вот максимальное значит количество Я узнал Ну давайте попробуем все таки волков Да Сравним что они собой представляют Назначить умения Давайте на кнопку Пусть будет R1 Все равно не задействована И наголовник Конечно же нужно сравнить Плюс 10 к защите Защита 6 Может быть для наемника Для основного персонажа Не хочу К сопротивлению огню 5 Плюс 10% к защите Наверное Вот так меняем этот Выбрасываем сразу И вперед Что я хотел еще А Волка Я хотел призвать волка А можно интересно 5 воронов И волка призвать Вот так Большой оберег Как я так пропустил А ну-ка Опять нераспознанный предмет Дает бонус При хранении в инвентаре Требуемый уровень 2 Плюс 3 к ловкости Ну давайте оставим его Пока что А ну-ка призываем волка Да 5 воронов И волк Обалдеть Волк еще такой здоровый А вот кстати и камни Тут у нас мощный противник Раконишу Но Волки Волки Волк и вороны Знают что делать Так Плотный кожаный доспех 21 защита Ну по защите он выигрывает Плюс 10 к сопротивлению льду Блин Ну давайте наверное на наемника Его оденем Сейчас Если это возможно Плюс 9 к сопротивлению яду Плюс 10% К ускоренному восстановлению от удара Я в шоке Оба доспеха Реально крутые Но пока что делаем так И Надо лук еще посмотреть Охотничий лук 2-7 Урон И 25% К урону Это мне пригодится Да я так и понял Что это тебе Пригодится Бериловый Стеганный доспех Баланса Нифига себе Там название В общем руны Ой Эти камни с рунами Пока что мы Не можем тут прочесть Насколько я помню Таких камней Много у меня на родине Угу И что Прочитать ты не можешь Ничего Ничегошеньки Блин Как поступить Я хочу продать Просто этот лук Ну давайте Наверное вернемся Продадим лук Починим оружие Добрый вечер Добрый вечер Я диспетчер Рада видеть тебя Ладно Добрый вечер Лук продали И достаточно Побежали дальше Вот сколько волков Интересно Тоже наверное Спяток Возможно призвать О отлично Путевой камень Ну я имею ввиду Если прокачаться Конечно же Еще и лозу Надо прокачать Будет Лоза Классная Классная способность Так Я там даже не знал Кому подходить Заклевали всех Молодцы Друид Короче прикол Друид Просто Половина Врагов Ты даже На них Не обращаешь Внимания Что за кольцо Плюс 5 К сопротивлению Огню Ну Есть такое У нас Кольцо Про запас Волк Очень долго Кстати С нами Находится Но он тоже Там определенное Количество Как я понял Наносит Урона По целям А Он один Его только Одного Можно призывать Если прокачать Умение Призрачный волк Получает Бонус От лютый волк Гризли Тут в общем Есть у нас Лютый волк Есть еще Гризли Вот А это Что такое Древесный Дук Призывает Духа Который Увеличивает Запас Здоровья Вам И вашей Группе Требуемый Уровень Шестой Первый Уровень Здоровья Шестьдесят Максимальный Запас Здоровья Плюс Тридц Процентов Радиус Двадцать Метров Стоимость Пятнадцать А это Что такое Трупная Лоза А ну-ка Это обычная А это Ядовито Трупная Лоза Призывает Лозу Которая Поглощает Труп Трупы Восполняет Вам Здоровье Стоимость Десять Уровень Двенадцать Необходим Первый Уровень Здоровья Девяносто Пять И плюс Объем Исселения Плюс Четыре Процента А это Солнечная Лоза Призывает Лозу Которая Поглощает Трупы И Восполняет Вам Ману Требуемый Уровень Двадцать Четвертый Первый Уровень Здоровья Сто Шестьдесят Скорость Восполнение Маны Плюс Два Процента Я даже Не знаю Первое Наверное Самое Лучшее Так Если Подумать Но Те Неплохие Но Блин Терновый Дух Еще Тут Есть И Сердце Росомахи Призывает Духа Который Увеличивает Урон И повышает Рейтинг Атаки Вам Вашей Группе А это Призывает Духа Который Отражает Получаемый Вами Вашей Группой Урон Это Же Только Спутники А у Нас Еще Есть Смена Облика И Сила Стихии Я Ничего Здесь Не Улучшил Блин Там Еще Какая Способность Ликантропия В общем Еще Исследовать Исследовать Прокачивать И прокачивать Что Очень Круто Есть Где Разгуляться Заплесневелый Фолиан И тогда Графиню Которая Для Сохранения Молодости Купалась В крови Сотни Девственниц Похоронили Заживо А от Замка Где Она Творила Свои Злодеяния Вскоре Остались Одни Руины Лишь Последняя Башня Одиноко Высится Над Безлюдными Пустошами И Глубокими Подземельями Как Своебразный Памятник Злу Богатство Графиня Передали В храмы Хотя Кое-кто Говорит Что Отыскать Удалось Лишь Часть Ее Сокровищ Остальное Все еще Зарыто Среди Гниющих Черепов Безмолвно Повествующих О том Какими Бесчеловечными Могут Быть Люди Грустная История Он Отколотый Топаз Пригодится Треснувший Наголовник Треснувший Топор Блин Мне так нравится Такой Бандос Бегает С нами Никаких Шансов Противников Вообще Превосходный Кушак Только одно Название Сравнил Там Вообще Ни Светилища Умений Ваши умения Улучшились Нам бы хоть Этими Умениями Разок Другой Воспользоваться Блин Я хотел Только что Волка Атаковать Треснувши Треснувши Надо больше Противников Это Вообще Слабаки Хочется Чтоб Настоящая Армия Уже Напала Вроде Исследовали Эту локацию Можно Забегать В пещеру Ничего Исследовать Нельзя Красиво Кстати Сделано Здание Внутри Но их Очень Очень Мало Редкие Постройки Подземный Проход Первый Уровень Не знаю Направо Или Налево Идти Так Свиток Распознание Давайте Налево Отсюда Первым Делом Набежали Враги Поэтому В эту Сторон Отправляемся Превосходный Плотный Кожаный Доспех Мне кажется Если оно Горит Все Белым То Вообще Нет Смысла На эти Доспехи Даже Смотреть Прикольно Он Стрелу Заблокировал Стрелу Даже Звук Был Соответствующий Классно Получилось Продолжение следует Превосходные Сапоги Что-то Интересное Но Надо Очистить Место В инвентаре Слишком Уж Много Я Таскаю С собой Зелий Привет Продолжение следует Ну Как-то Так Единственное Что Оружие Давайте Восстановим Еще Ра Там Всего На 5 Золотых Топор Я так Свой И Не Использовал Добрый День Можно Немножко Добрать Еще Этих Свитков Распознания Ну И Теперь Назад Это Просто Противник Уродливый Без Лишних Объяснений Блин Какие же тут Лабиринты Огромные Нужно будет лазу Еще прокачать Да и волка Хочется И то И то Хочется Вообще Все В максимум Но Сколько Часов Понадобится Для того Чтобы Закачать Все На максимальный Удовин Здесь Чтобы Объяснений Объяснений Редактор Один Вообще Вот тут уже поинтересней Бои Но, опять же, команда такая здоровая Моя команда Я имею ввиду Птицы И волки Еще девчонка с нами, напарник Так, это что? В темнолесии Ребят, ну мы и выход уже нашли Давайте до конца смотрим Эти пещеры И будем выбираться Хочу сказать, что потихоньку Здоровье мне минусуют Вроде бы Немного врагов И не могу сказать Что они прям атакуют Сильно Вот, но Периодически приходится использовать Зелье защиты Так, что лозу Ядовитая лоза Урон от яда Больше Давайте Что у нас тут Журнал заданий Поиски Декарда Кайна Пройдите через подземный проход К темнолесью Найдите дерево Инифус И Добудьте свиток Еще тут что-то Заброшенная башня Поищите башню В черной топе За темнолесьем Ну, конечно же Мы и башню посетим Как может быть По-другому 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 Угу Второй уровень Подземного прохода В общем Мы нашли Получается Выход и в темнолесье Вот И На второй уровень Ну, конечно же Сначала подземный проход В темнолесье Мы отправимся Ну Мы Мы не пропустим Темнолесье Никак Какой-то посильнее Противник Ржавый шип Шипастая дубина Что у нас тут За оружие Новое Найдено Ммм Что-то даже Неплохое Триумфальная Шипастая дубина Качество 5-10 Атака Прочность 29 из 36 Булава Высокая скорость Атаки Плюс 2 К максимальному Урону Плюс 1 К мане При убийстве Плюс 50 Урона Ну, 50% Урона По нежити По сравнению С топором Но она Явно лучше Единственное Что плюс 44 К рейтингу Атаке Против нежити Вот это Похуже А что касается Меча Кровавый Шип Короткий Меч Плюс 1 2 урона От огня Плюс 1 Ухмани При убийстве Восполняет 1 единицу Прочности Раз в 33 Секунды Да кто там Меня атакует Что происходит Ну, блин Дубина Крутая Ставим ее Вместо топора Наверное Ой У меня и 9 уровень Получается Плюс 3 к защите Плюс 10 к здоровью Теперь работает Как работает И плюс 1 3 урона От молнии Кхм Дубина Кстати Ничего так Ооо Нашли сундучок Короткий меч И кожаные перчатки Забираем Улыбаемся И машем Надо будет Естественно Глянуть Что там за перчатки Перчатки Похуже Что за меч Короткий меч Шока Плюс 1,7 От молнии Ну, тоже Так себе История Второй уровень Кстати Подземелья Этих Он оказался Неглубоким Так как правило И происходит Вроде бы Все Смотрели Наверное Будем выбираться Отсюда Да Так и есть Все Что здесь было Как правило На втором уровне Припрятаны Сундуки Которые мы И нашли Ну и Всякие Бонусы Сундуки 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 Нужно Будет вернуться Немножко Назад В этих Пещерах И посмотреть Ну там Второе Направление Направо Я там Вроде как Не все Изучил Выход Там мы знаем Где Вот как раз Вот эти Неисследованные Участки Участки Неисследованные Натрreme И Они Участки Лучше Они 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 Участки Они В молот роковое роковая голова сильный какой-то вра но опять же все относительно вроде бы сильные победили с трех ударов как и вот этот противник тоже так давайте посмотрим чего мы тут нашли требуемая сила 40 зазубренный бердыш мороза плюс 17 процентов к урону и плюс 1 урона ото льда он ничего так по силе но во первых у меня не хватает ну по по силе атаки но мне не хватает во первых силы вот что касается наголовник ну мне не очень нравится этот вид оружия он сразу две руки занимает такая то что у нас такое на головник баланса 5 защита плюс 10 к ускоренному восстановлению от удара ясно понятно предметы неплохие но не лучше питья которые у нас одеты на текущий момент так что столько места в инвентаре будут занимать пробежали на выход друзья мы в темнолесии красивая локация мне кажется кстати первая локация одна из самых красивых в диабло может быть ну во втором может быть она просто знаете это первое такое впечатление когда ты только запускаешь в игру возможно не то что самая красивая самая атмосферная наверное здесь прям совсем мрак темень так забальзамированная голова маленький оберег только для некромантов но изучить то мы должны эту вещь защита 2 вероятность блока 23 процента требуемая сила 12 плюс пятна к рейтингу атаки классная штука выглядит интересно интересные у нее со статусы плюс 27 урона от яда за 3 секунды плюс 1 к радиусу обзора но не тот персонаж вот что касается второго найденного предмета маленький оберег дает бонус при хранении в инвентаре требуемый урон 9 плюс 1 5 урона от молнии ну отлично будем молнией все же всех шарахать дает бонус значит носим плохо что нельзя увеличить инвентарь потому что вот таких всяких амулетов хотелось бы побольше всяких оберегов но они блин не лезут ну кстати у нас там есть сейчас здоровые обереги со временем мы будем носить обереги не меньше о черная топ в черной топе по моему башня да сейчас 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 где наш журнал заданий да поищите башню в черной топе за темнолесием но мы по крайней мере знаем в каком направлении нам бежать чтобы отыскать эту башню попозже туда сходим давайте само темнолесия исследуем что у меня кстати за способность такая l2 плюс крестик а ну-ка давайте посмотрим что-то этот вопрос меня уже самого начала записи игры ну самого начала прохождения у меня интригует и я никак не могу посмотреть все такое то ладно попозже вот так умение предмета что это за приноситок возвращения открывает портал ближайший город примечание x отвечает за взаимодействие и сбор добычи до пара вдобавок назначенному умению я чё-то не могу понять хорошо умение предмета где этот предмет свиток возвращения почему у него ограничено количество или это зависит от того сколько у меня здесь в этой книжке страниц столько раз я и могу использовать хотя изначально там по моему было даже 12 а в книжку 12 вроде как не влази только 10 я могу конечно ошибаться ну такое вот интересное совпадение 7 в книжке и 7 типа вот через l2 плюс x можно в общем-то 7 раз всего лишь вернулся надо волка еще прокачать а может быть нам вообще нужно гризли вызвать ну выучить умение и пользоваться гризли шипастый бес шипастый бес я не знаю надо нажимать крестик или нет чтобы активировать эти порталы но на всякий случай когда крестик я нажимаю он как заходит в этот портал появляется это меню вот лица характерный характерный звук вопрос надо так именно делать или достаточно просто на эту платформу наступить и лично уровень повышен легкий арбалет могу ли я пользоваться легким арбалетом легкий арбалет качество урон от двуручного оружия 611 требуемая ловкость 27 требуемой силы 21 требуемый уровень 3 арбалет обычной скорости атаке призвала к максимальному урону блин я даже не знаю мне и он и не интересен ну есть ли смысл заменить у нашего я не могу она не может его использовать ну и все тогда так у нас еще персонаж можно прокачать нашего героя давайте здоровье и выносливость да вот так мне кажется живутесть показатель на который можно как раз два очка как бы и тратить то есть сила ловкость энергия а живучесть 2 плюс 2 ну по крайней мере на текущий момент кажется так лучший вариант там посмотрим ребятки по моему я нашел то самое дерево я перегружен так наголовник какой-то нашли смотрим а кого смотрим закончились смотрины давайте тогда арбалет выбрасываем забираем еще и шипастую дубину дерево дерево инифус мертвое дерево источает энергию я перегружен блин опять свиток некуда положить ну забрали свиток и 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 порядок, но ее еще должен кто-то прошифровать, как я понимаю. Я себе зарисовал этот свиток сразу. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы, наверное, еще исследуем эту локацию. Потому что не до конца мы тут все осмотрели. Но свиток уже нашли, это хорошо. То есть мы сможем продвинуться дальше. Но тут недалеко у нас еще и башня есть. И тоже там задачка была осмотреть эту башню. треснувший дротик. Нет. Башню. Держи, и до конца словно все это liaison. Крутиков, Fantastic. шипастый бес а ну иди сюда что-то очень свитки распознания редко выпадают вот свитки возвращения кстати а да ребят смотрите l2 плюс крестик теперь 8 свитков я понял сколько свитков у нас столько раз мы можем использовать в общем это умение l2 плюс крест это именно зависит от свитка но тут у нас можно даже не свиток использовать все-таки у нас тут недалеко платформа это для перемещения блин забыл как она называется путевой камень можно не тратить свиток можно использовать путевой камень эффект будет приблизительно тот же но не осмотрел до конца локацию чё уходить раньше времени нет кто-то больно там дрался вот теперь вроде как осмотрели все мы тут со всех сторон давайте к башне там выполняем задание а потом тащим свиток назад в этот в лагерь отнесите свиток и нефус аккари ну вот о чем я и говорю нужно вернуться в лагерь и отдать свиток а 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 КОНЕЦ По-моему был такой звук, как выпало кольцо, а может быть это надколотый метис, вот как раз. Тут у нас еще и норы есть для исследования, но пока что башня наша основная цель. Ох блин, как вас много. Убильнездо Кровавых Ястребов уничтожено. Превосходная Кривая Сабля. Превосходная Кривая Сабля. Превосходная Кривая Сабля. Да где же эта башня? Превосходная Кривая Сабля. Мы уже куда-то открыли еще в новую локацию дорогу. Ну и так как пока что башню мы не можем найти, я думаю, стоит вернуться, наверное, в лагерь, сдать одно задание. Блин, как круто играть за друида. Мне нравится то, что в основном всех врагов уничтожают именно мои подопечные, которых я создал. На них практически, на врагов я имею ввиду, и отвлекаться не нужно. Бегай себе и следуй мир, а ребятки все за тебя сделают. Ну, за редким исключением. О, повышен уровень. Ну, давайте прокачаем. Так, ну сначала распределим очки. А тут требуется очков умений. А нет, подождите. Чтобы лютый волк был доступен, надо, наверное, сначала древесного духа открыть. А давайте облик научимся сменять. Вот, допустим, облик волка. Открыли. И назначить умение. Ну, пусть будет R2 кнопка. Сейчас мы сами будем превращаться в волка. Прикольно. На это посмотреть. Ну, как я и сказал раньше. О, а в какой же ж это волк, если это оборотень? Блин, это вообще круто. Ха-ха-ха. Офигеть. Так, я смотрю, тут новые сапоги. Я перегружен. Блин, я перегружен. Новые сапоги и... Там еще что-то надо проверять. Блин, а вот эти штуки... А, я же их не распознал. Да, ну мне понравилось превращаться. А это не волк, не какой-то оборотень. Настоящий. Так, у меня нет предметов, чтобы распознать предметы. Давайте назад в город. Ну, в смысле, в лагерь. Продаем сейчас лишнее. Покупаем свитки распознания. И, ну, смотрим, что там оставить, что продать. Так, покажите мне, что она там перевела. Ну, задание, понятно, изменилось. В поиске Декарда Каина идите к кругу камней в каменистое поле. Дотроньтесь до камней в порядке, описанном в свитке Инифус. Перенеситесь в Трестрам через портал, но берегитесь грядущей опасности. Это понятно, это понятно. У нас в Черной Топе еще башню мы не нашли. И я хотел посмотреть на свиток его... Так, ключ от круга кого держите, чтобы читать. Ага, вот так вот. Вот так вот, вот так. Вот так вот так. Я себе тут сделал пометку. Сейчас я перепишу просто. Один, три, два, пять и четыре. Мне этот свиток с собой таскать не надо. Его, как я понимаю, можно положить в сундук или нет. Можно его, ну, в тайнике оставить? Или его нужно принести с собой? Это вот, кстати, для меня загадка. Он вообще, по идее, ну, ненужный предмет после того, как ты использовал. Использовал. Короче, ладно, узнаем. 20 влазит в эти книжки, я забыл. Сейчас проверил. Так, ну, я взял специально на три предмета, на три свитка больше, чтобы вот эти предметы изучить и сравнить. Допустим, новые сапоги. Они называются ободряющие сапоги исцеления. Защита 2. Но у них ускоряет восполнение выносливости на 25%. И сокращает время действия яда на 25%. Эти сапоги мы и оденем. Что касается головного убора. Багровый наголовник. Защита 4. Плюс 8% к сопротивлению огню. Ну, вот его можно, наверное, продать. Что касается зараженная шипастая дубина. 5-8 атака. Плюс 6 урона от ядов за 2 секунды. Плюс 50% урона по нежите. Дубину продаем. Ну, тут мы, в принципе, все продаем. Дубину сапоги. Вот эту голову. Ну, как-то так. Там еще камень этот можно оставить. Дай самоцвет. Так. Это было неплохо. Продали. Пополнили ресурсы. Блин, единственное, я забыл починить оружие. Но там вроде как все еще достаточно крепко держится для износа. Блин, только для паладинов все. Я забыл. Думал, все этот таджет, мне кажется, новый себе поставить щит. А он не подходит. Не как друиду. А вот и башня, да? Похоже. Отлично. Она тут оказывается прям в середине карты. Как я ее так пропустил. Еще и такое видное строение. Ого. Это что такое? Поврежденный легкий шлем. Ну, защита у него неплохая. Шесть. Все остальное туфта. Бегали мы тут возле башни. И я ее, как-то видите, не приметил. Ну, сейчас мы исправим этот момент. Спускаемся в башню. Там, конечно же, все сейчас зачистим. И еще где-то, блин, справа вверху у нас там неизученная локация. Так. В заброшенную башню. Хотя башня, я думал, она будет вверх. Что как бы логично. Понятно, почему эту башню забросили. Вот. А она опускается вниз. Мне пока что непонятно, почему ее забросили. Первый уровень подвала башни. Сейчас у нас тут начнется жара. Я прям чувствую, чувствую, что тут темные лучницы. И не только они припрятались. В этих глубинах мрачных. В какой-то там веке бочки ни одна не взорвалась. Он еще не мог ногой своей попасть там, блин. Так, плотный кожаный доспех. Я там с пятого раза только попал. Стоит этот противник. Я думаю, да попади ты в бочку. Хочу, чтобы она взорвалась. А он все мимо и мимо бьет. Это, конечно, было так себе зрелище. Так, защита 33. Бериловый плотный кожаный доспех. По защите он прекрасен. Плюс 7% сопротивления к яду. И бесплотный предмет нельзя восстановить. Ну, в смысле, ремонтировать. Ну, блин, я не знаю. Его можно было бы для наемника использовать. Но лучше выбросить его и забыть про этот предмет, как страшный сон. Заброшенная башня. Исследуйте подвалы под разрушенной башней. Чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. А там больше ничего нам нельзя сделать. А, подождите. Очки умений у нас. Давайте волка улучшим. Что он делает? Следующий уровень. Урон 3.7. Волка в 2 можно призывать. А вот это я прозевал. Рейтинг атаки. Плюс 75%. Защита плюс 60%. Два волка. Конечно же, мы должны вызвать двух волков. Обалдеть. Гляньте там на экране, сколько у нас в команде теперь живности. Треснувший кинжал. Зачем ты мне нужен? Скажи мне. Так, уровень подвала башни 2. Спускаемся туда. Ну, наверное, да. Ого! Кто меня там хавает? Так сильно. А ну, иди сюда, ведьма. Ого! А что это был за глюк такой? Нихреновый. Даже одного волка убили. Блин, он когда превращается в лекана, выглядит это фантастически. Гляньте на него. Ааа, такое именно. У него такие длиннючие еще передние лапы. Выглядит круто и жутко. Наголовник с челюстью в карман положите. Кривая сабля. Сам ты кривая сабля. Блин, классный предмет, но... Это только для варваров. Продадим. Кольцо. Я же еще кольцо нашел. Кольцо исцеления. Требуемый уровень 5. Сокращает время действия яда на 25%. Ну, такое кольцо против яда, оно нам пригодится. Правда, немного позже. Его нужно будет положить в тайник. И когда наступит время, использовать. Мощный тут был враг, но мы справились. Мне нравится моя команда. Столько, столько, блин, летает. И орлов, ой, воронов. И волки. И самый прикол то, что мы, наверное, сможем волков штук 5 в итоге призывать. И это еще лучше. Ну, в смысле, не только лучше. Это в разы круче будет. И атака, и все остальное. А когда мы сможем призывать гризли, так вообще просто будет тут. Противники должны будут просто убегать от нас. Прислужник крови. Прислужник моргута. Прислужник моргута. Прошла там несколько раз. Бочка целая стоит. Короткий лук. Еще и пару колец там, по-моему. Нет, одно кольцо. Так, смотрим, что у нас. Короткий лук. Или два кольца. Вот это, по-моему, кольцо ученика. Требуемый урон третий. Уровень третий. Плюс 10 к скорости применения умений. Плюс 10%. А это ящеричное кольцо. Плюс 5 к мане. Ну вот это вот, кстати, плюс 10% скорости применения умений. И даже интересно. Можно, наверное, вместо золота поставить. А ну-ка. Вот вместо этого. Золото это, конечно, тоже круто. Но, блин, золото уже нормально. Мы собираем потихоньку. Тем более я его не особо много буду тратить. И перчатки мы какие-то лютые нашли. Неплохо. Так, давайте сначала лук сравним. Все ясно с луком. Выбросили. А вот перчатки. А вот перчатки явно хорошие. Или нет? Чего? А, да, да, да. Роковые прихватки кожаные перчатки. Защита 5. Уже лучше на 3 единицы. Плюс 25% к защите. Плюс 1 к силе. Плюс 1 к ловкости. Плюс 10% сопротивлению молний. Сокращает время действия яда на 25%. А тут только при вероятности 10% применять умение залп молний 3 уровня. Кстати, вот этот залп молний тоже классный. Но эти перчатки явно в разы круче. Что еще глубже? На 4 уровень подвала. Блин, все глубже и глубже нас затягивает эта башня. Сейчас вернемся. Там еще одну комнату посмотрим. И уходим глубже. В подвалы. Вот здесь. Ой-ой-ой. Мясной пламя. А ну сожрите эту гадость. Маленький щит. Видите, не зря вернулись. Так я и думал, что мы не досмотрели здесь. Так саркофаг ты откроешь? Уже нажал у вас 5 на крестик. Ничего не происходит. Может быть там просто стоял... Ну стоял лучник и нельзя было открыть. Смотрим, что нашли. О, маленький щит. Это я могу применить. Это в смысле использовать. Отличный, отличный предмет. Посмотрите, сколько там всего на нем. Это золотой предмет. Терновый щиток. Маленький щит. Засито 13. Вероятность блока плюс 35%. Плюс 10% к ускоренному восстановлению от удара. Плюс 15% в скорости блока. Вероятность 10% заблокировать удар. Плюс 23% к защите. Плюс 8% к сопротивлению яду. И плюс 1 к радиусу обзора. Че вообще это за предмет такой? Так, а кушак? Ну кушак совсем простецкий. Его можно сразу, наверное, выбросить. Эти предметы я продам. Блин, круто. Щит вообще улетный. Блин, круто. Блин, круто. Какие-то там мощные противники. Надо быть осторожным. Я боюсь, там что-то шевелится. Еще эта музыка такая прям, ну, нагнетающая. Ну, это точно не мертвый разбойник, кричал. Я там обжегся. Как-то мало противников, вы видите? Комнаты большие. Ой, это пятый уровень подземелья башни. Блин, пятый уровень. Карл. Я точно все тут осмотрел. Не противников и никаких, видите, бонусов. Комнаты пустые. Это немножко меня тревожит. Хотят нас заманить. Опа, обновилось задание, что пишут. Уничтожьте злобную графиню. Я не знаю, что за графиня. Я не помню. Это мы точно в бетке проходили. Но что за графиня там? Не главный ли тут враг вообще этой локации? Блин, как мне нравится, что у меня такая толпа просто на моей стороне. Так, графиню я уничтожил или нет? Тут, блин, призраки вылетели. Так. Вороны, пять штук. Вернитесь. В строй. Классный какой-то бердыш, но не влезет уже в инвентарь. А, ну я там перчатки подобрал. Тёмная следопытка. Кортик. Ещё и кортик какой-то крутой. И бердыш. Так, раз мы тут можем прокачать героя, давайте прокачаем. Я вообще в инвентарь зашёл? Ну ладно. Умение. Третьего волка можно? Да, три волка будет. Обалдеть. Так, так, так. Какой кнопкой он вызывается? Ну, скорее всего, волков тоже можно будет пять. Что за перчатки? Так. Стоп, стоп, стоп. Кожаные перчатки, силы. Какие-то туфтовые. Те и те можно продать. И можно продать будет щит бердыш. Бердыш, блин, не лезет. Но вот бердыш. Бердыш явно какой-то неплохой. А ну-ка. Опять тут распознавание вот это. Требуется сила 40. Градовый кол. Бердыш. Он такой неплохой. Но мы его продадим лучше. Вернёмся сейчас в город, продадим. Ну и дальше по подземелью. Добрый вечер. Добрый вечер, я диспетчер. И все кольца положим в тайник. Так, а можно какую-нибудь историю про заброшенную башню нам узнать? Я назвал Чирий на заду в твою честь. Он меня тоже достает, как только я присяду. У старого дурня Каина ума в голове осталось не больше, чем у мокрой шипастой крысы. Говорят, он выжил в тристрами. На твоём месте я бы не стал верить ни единому его слову. Интересно. Слухи тоже иногда полезны. Чем могу помочь? Ремонт, пожалуйста. Варив вроде неплохой человек. Всегда такой серьёзный. Мы с ним толком и не разговаривали. Ты же не собираешься сдаваться? Да сдаваться я не собираюсь. Он хотел от тебя информацию какую-никакую получить. Не ту кнопку нажал. Так, отправили назад. Добрый вечер. Гид – странствующий торговец. Он идёт с моим караваном на восток. Но репутация у него сомнительная. Он готов купить или продать всё, что угодно. Гид жаден, но товары у него хорошие. В общем, будь на чеку, если вздумаешь иметь с ним дело. Лучше пустой карман, чем полная могила. Да, это он прикольно говорит. Это насчёт башни, что лучше пустой карман, чем полная могила. В том смысле, что если ты помрёшь, зачищая эту башню, то это фигня. Лучше не выпендриваться лишний раз. Может быть, Тристрам это заслужил. За то, что наслал тьму на всех нас. Я лишь надеюсь, что мы избежим такой же судьбы. Что, богатство тебя уже не так манят? Да манят, манят меня богатство, не начинайте. Добрый вечер. Когда-то падшие разбойницы были одними из нас. Но пусть это не смущает тебя. Убивай их без жалости, ибо они преграждают дорогу кандерея. Возможно, со смертью королевы демонов наши сёстры придут в себя. Но, скорее всего, проклятие никогда не ослаблю. Мне больше нечего рассказать об этой древней башне. Ну, нечего так нечего. Всё, отправляемся. Да, действительно, быстрее. Чувствуется, что переход из локации в локацию происходит быстрее. Но немолниеносно. Не так, как было на Xbox. Я постоянно на это обращаю внимание. Потому что обратить внимание... Не обратить внимание нельзя. Ха-ха! Что, я её убил сразу? Мы даже не увидели главного противника в этой башне. Потому что его уничтожили все мои наколдованные звери. Так, слабое зелье маны, малое зелье маны, слабое зелье маны. И где тут ещё? Руна... Руна получена. Плотный кожаный доспех. Давайте посмотрим, что там за руна и что за доспех. Доспех с шипами. Кожаный, плотный. Атакующий получает один урон. Ну так себе доспех. А вот руна требует уровень девятнадцатый. Можно ставить в гнездо оружия 5-30 урона от огня. Броня плюс 30 сопротивлению огню. Шлемы плюс 30 процентов сопротивлению огню. И щиты плюс 35 сопротивлению огню. Короче, огненная какая-то руна. Её нужно... Ну, чтобы её использовать, нужно просто докачаться до девятнадцатого уровня. Что ж, задание в башне выполнено. Единственное, мне не понравилось, чтобы вы не увидели противника, которого побеждали. Но это не критично. Продолжаем искать Каина. Только руну и доспех, наверное, можно отнести назад. Давайте так и поступим. Ну, в смысле, доспехи мы продадим, руну кинем в тайник и из лагеря по новой пробежим весь этот маршрут к локации. Уже из башни выбираться смысла нет. Там всё равно наверх долгий путь. Поэтому так будет даже быстрее. Как трупные миразмы на секунду портят воздух и исчезают. Доброе утро! У старого дурня Каина ума в голове осталось не... Советы Барила как трупные... Повторяется, повторяется этот засранец. Что, кстати, варив по поводу башни скажет. Богатство подобно облаку. Так же быстро рассеяться и уйти. Не слушай гида. Он громко лает, да не кусает. Ну, каждого видите по поводу башни вот это своя история. Когда я бежала из монастыря, то оставила там харадримский молот, свой зачарованный инструмент. Верни его мне, и я усилю твоё снаряжение с помощью его магии. Хорошо. Эти богатства помогут тебе в дальних странствиях. Монастырь преподносит сюрпризы даже тем, кто хорошо его знает. Не теряй бдительности. Не знаю, почему некоторые мои сёстры решили служить Андериэль. Несколько наших лучших воительниц перешли на её сторону. есть у нас новая задача инструменты мастера называется поищите харадримский молот в монастырских казармах. Остерегайтесь кузнеца, который его охраняет. Ну, битва с кузнецом будет наверное эпичной. Что у нас тут ещё? можно с кашей поговорить. у Декарда Каина должен быть ключ к пониманию того, с каким злом мы сражаемся. Найди его. Как интересно они рассказывают. Здравствуй. Берегись, иначе тебя постигнет судьба падших разбойниц. Смерть ужасна, но гибель души ещё страшнее. Если Декарт Каин ещё жив, ему грозит смертельная опасность. Поспеши в Тристрам, пока ещё есть надежда. Я думала, что рассказы о сокровищах в башне пустые выдумки. Хорошо, что в том гиблом месте нашлось что-то ценное для тебя. Если бы только нашим сёстрам так же повезло. Охот за харадримским молотом будет рискованным. Наш монастырь кишит голодными порождениями преисподней. Будь осторожнее. Ну, спасибо. Так, ну, сквозь, кстати, коров. Он как бегал, так и бегает. Я думал, это типа в бетке, только такой как глюк. Но, оказывается, так оно видимо было и в оригинальном Диабло. Так они оставили и здесь. камень перемещения. потому что действительно пульт, путь, потому что действительно пульт, но путь на самом деле не близкий. Это же нам нужно будет еще пройти через туннели. В общем, ищем камень перемещения или как он там правильно называется. вот, А, путевой камень. Все я путаю. Хочу еще себе прокачать выносливость. Есть только где-нибудь? Блин. Ладно. Будем бегать так без выносливости. поищите харадримский молот в монастырских казармах. Остерегайтесь кузнеца, который его охраняет. монастырские казармы для начала нужно найти. не обозначено в какой локации эти казармы находятся. еще одно кольцо. смотрим. Плюс 10 к скорости применения умений. У меня точно такое же есть. Вот оно один в один. Дуга это выглядит как-то фантастичнее что ли. черное по-моему как раз из черной топи мы можем попасть в новую локацию где я еще не был. И мне кажется там и будут эти казармы. Стоп в центре не исследованы какой-то еще участок. вроде бы казалось что все уже вдоль и поперек осмотрел но нет тут вот видите еще целая часть карты была не исследована но теперь точно уже все. Светилище восстановления так еще один ворон выносливость я всю активировал только где можно ну вот здесь кстати проход в новый не след в новую не следованию карту так вот камень черный топ есть такое на горе томоэ блин блин я их действительно бить не успеваю мне это нравится я думаю дальше конечно пойдут враги помощнее и там придется самому вступать в бой ну вот его бороть не придется превращаться неоднократно но это все будет позже ну вот был какой-то мощный враг правда я его тоже не успел разглядеть но в оборот не пришлось превратиться кстати можно превратиться и назад в человека в любой момент интересно прочный стеганный доспех баланса защита 15 плюс 10 процентов к ускоренному восстановлению от удара плюс 26 процентов защите но он неплохой но мне кажется доспех который на мне надет лучше поэтому давайте отдадим его наемнику это мне пригодится вот и я о том же минус как с и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Будут меня огненные какие-то демоны атаковать или нет? Продолжение следует... Скелеты-лучники... Классика... Монастырские ворота, ребят... Добрались мы до монастыря... Я вспомнил теперь... Вспомнил теперь эту историю... Тут у нас главный вход закрыт... Мы сейчас будем где-то через... Ну... Обходными путями пробираться внутрь... Потом там будет несколько дворов... И кстати... Как он там... В монастыре противник... Достаточно солидный... Как его зовут? Кузнец... Да, кузнец, который будет в монастыре... Мощный... Мощный враг... Но тема интереснее... Скелеты-лучники... Классика... Так, а вот и монастырские ворота... Закрытая дверь... Погодите, погодите... Я могу ее открыть или... Блин... Ага... Все, открытая дверь... Она открывается просто по нажатию кнопки... Вроде бы сравнительно недавно играл... Но... Подзабыл уже... Казалось бы, что тут прошло... Там месяца... Полтора, наверное... С момента, как я в бетку рубился... Я уже и забыл... Но это просто потому что... Миллион игр... Проходишь, когда... Начинается нечто подобное... Так, сундук... Забальзамированная голова... Но это для некроманта... Надколотый рубин... Это для некроманта... А нам это только продать... Ой, у меня еще какое-то кольцо там... А ну-ка, стоп... Не торопимся... Сначала... Все изучаем... Вот это что за кольцо... Бронзовое кольцо искусности... Плюс один к максимальному урону... Плюс 18 к рейтингу атаки... Ну, такое себе... Все это нужно... Либо продать... Либо спрятать в тайник... Потому что использовать... Мы нормально это не сможем... Что-то я очень мало наношу урона... Своим мечом... Если бы... Не все наколдованные эти звери... То... Мне бы было тут совсем нелегко... То есть они в основной урон... Наносят... Вороны и волки... Надо будет прокачать, наверное, их еще сильнее... И жизнь очень быстро уходит... Когда атакуют враги... Явно нужен уровень... С запасом... Для монастыря я имею ввиду... Вспоминаю, как я за варвара играл... И бегал здесь... Ну, получается, варвар... И напарница эта лучница... Было в разы сложнее... УGUИ ОтдITE ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, как все здесь крутенски выглядит. Ого, бочек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Внешний двор у нас есть возможность переместиться. А давайте, наверное, и переместимся в лагерь-разбойниц. Сейчас тоже восстановим, соответственно, свое оружие. Продадим лишнее. Там я уже поднабрал всякого хлама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я диспетчер. Так, продажа, продажа. Ну, сильно не разгуляться нам, на самом деле, с продажей. Так, продали. Хватит. Мне кажется, нужно немножко поменять здесь оружие. Вот таким образом. Ну, сет, сет поменять свой. Дубина эта посерьезней. И восстановить оружие и положить лишние предметы в тайник. Градо видеть тебя. Там восстанавливать практически ничего не нужно было. Так. Надколотый сапфир оставляем. Надколотый рубин. Вот эти кольца. Ну, и все. Во внешний двор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольно. Все под, ну, под этим, под ядом. Все волками атакованы. Бегают. В моем направлении... О-ой-ой, это казармы. В моем направлении они даже и не пытаются подойти. Понимаете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бегай, только собирай, что остается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично, повышен уровень. Наконец-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, древо умений. Что ж нам сделать? Спутников. Давайте больше спутников. Четыре волка. Четыре, блин, волка. Я не верю просто, что такое количество их можно. Пять воронов и четыре волка. То есть, а следующий будет пять волков. Ну, конечно, их классно сделать еще и мощными. А можно прокачать не только их количество, но и мощь у этих волков. Это тоже нужно будет обязательно сделать. Но и сейчас я очень доволен тем, что мы можем использовать аж четыре уже помощника. Добрались до казарм потихоньку. Так, с кого-то что-то выпало хорошее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новый лук. 3-6 урон. Плюс один к минимальному урону. Не хуже, чем на персонажа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот надколотый аметис нашел. Я думаю, что там, блин, классное выпало. Звук соответствующий был. А предмет, где выпал, я не видел. Там что-то глючит реально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большой топор. Ну, мощный был враг, кличка его Большой топор. Мы с ним, в общем-то, расправили... Ой, Большой топор это я подобрал. Нарыв там какой-то, то был, была кличка врага. Что за топор? Урон 6-13, требуемая сила 35. Но силу я пока что не прокачал. Мы потихоньку к этому идем. Силы у меня 31 сейчас. Значит, топор на текущий момент бесполезен. А когда... А когда он станет уже доступен, мне этот топор уже будет... Ну, он уже не будет крутым. Вот такая вот история. Либо сейчас ты его используешь, либо сейчас ты его просто выкидываешь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Метательный топорик найден тоже с элитного какого-то врага. С виток возвращения их тоже уже, наверное, некуда. Ага. Некуда складывать. Хотя нет, 11 штук. Требуемая ловкость для метательного топорика 40, поэтому мы его тут и оставим. До лучших времен. Что значит, приближается посланник смерти к святилищу монстров? Что я активировал только что? М-м-м, кривая сабля. Какая-то неплохая. А ну-ка, смотрим. 26 урон плюс 7 урона от яда за 3 секунды кривая сабля гниения 26 атака не фиговая она как бы неплохая но не с тем оружием которое у меня серная вече так метательный топорик опять золотой урон от метательного оружия 917 урон от одноручного оружия 411 но неплохой кстати топор я нашел этот метательный прикольно то что его можно метнуть и ближний бой плюс 17 процентов к урону плюс 3 к максимальному урону плюс 11 к рейтингу атаки плюс 12 урона от огня плюс 7 урона от яда за 3 секунды вот этот кстати топорик можно будет положить в тайник и когда я прокачаюсь его можно будет использовать неплохое оружие нашел неплохое мне вообще кажется нужно только на золотое оружие обращать внимание на все синее которое там выпадает ну и не только на оружие на весь лут который выпадает только на золотое потому что все это синее даже она но уже мне короче не подходит есть один минус кстати вот в том что мой персонаж сейчас но как бы неплохого уровня но он не мощнее текущей локации то есть и и врагов которые нам тут встречаются и минус в том что ты должен зайти в комнату а потом только залетают твоя вот эта команда вот волки и вороны и соответственно когда ты забегаешь комнату и там много мощных врагов пока твои ребята не попали в комнату тебе могут нанести столько урона что ты даже не не оклемаешься сами они не особо заходят как бы вперед тебя какое-то время приходится ждать в общем пока они забегут и помогут тебе и в этот момент у противников есть шанс нанести тебе много урона но если делать все более менее тактично то никаких проблем быть не должно но вот сейчас еще раз видите в комнату я ворвался там мощный враг и с ним еще это отряд противников надо быть аккуратным они могут зажать что ты не сможешь двигаться кувырка то нет во второй части как это было в третьей и все забьют тебя даже не успеешь моргнуть так что за фигня булава 310 ни о чем булава какая-то не изучена булава увечий 313 ну в принципе атака у нее неплохая но все остальное плюс 3 к максимальному урону плюс 50 процентов урона по нежити нет спасибо нет спасибо до до Ух, блин, кузнец Кузнец это черт настоящий Я думал, он будет на другом уровне А он здесь спокойно так ко мне подошел Точнее, ко мне он еще не подошел, но хотел Ха! Ребята, кузнец убивается Вообще просто изи Когда такое было? Я первый раз, когда дошел до кузнеца Играя в бету за варвара Он меня как раз и положил здесь Ну, я точно не помню Но по-моему По-моему, кузнец меня и убил Я поэтому его и боялся Харадримский молот найден Задание обновилось Давайте смотреть Верните Харадримский молот Чарси Хорошо, по-прежнему мы еще и Кайна ищем Но в целом я доволен Результатом Больше ничего в этой комнате нет Но все благодаря вот этому умению Что появляется столько у тебя Напарников И они, конечно же Сами зажимают противника И не дают ему тут двигаться Вот как сейчас было С этим кузнецом Очень круто Забили его Аж Он даже не успел подойти Это прям Я доволен Потому что мне Очень легко играть Когда тебе играть легко То играешь ты больше В свое удовольствие Булава увечий А, я ее смотрел Я ее смотрел И выбросил Так, Харадримский молот У нас присутствует Кривая сабля Вот этот еще предмет Можно изучить Кривая сабля гниения 2-6 атака Плюс 7 урона от яда За 3 секунды Да нет Нет Таким меня не удивишь Ну что, ребята Возвращаемся В лагерь Отдаем молот Продаем лишнее оружие Оставляем в тайнике камни В общем, есть нам чем заняться Можно еще побеседовать Со всеми местными Обитателями И узнать их мнение По поводу происходящего Привет-привет А что продать? Продать я ничего не могу Можно купить Вот у нее Свитков распознания Давайте немножко Вот так возьмем И беседовать И беседовать Кашля всегда была Истово преданной ордену Но я боюсь Как бы гнев И отчаяние Из-за недавних событий Не лишили ее Благоразумия Она дорожит Жизнями немногих Разбойниц Оставшихся Под ее началом И ни за что Не пошлет их в бой Без крайней необходимости Прекрасно Но помни Возвращение Харадримского молота Лишь на шаг Приблизило нас К освобождению Монастыря А ну да Это же монастырь Еще не освобожден Мы только часть Получается Казармы Зачистили Так Инструменты мастера Ну давайте С другими поговорим С Кашей Например Здравствуй Вернув Харадримский молот Мы нанесем Мощный удар Злу Терзающему Эти земли Иногда По вечерам Мы собираемся У костра И рассказываем Друг другу Истории И легенды Стараемся Забыть О том кошмаре Что изгнал Нас из монастыря Добрый день Акара и Кашья Сестры ордена Незримого ока Но настолько Непохожих Друг на друга Людей Еще поискать Магия Акары Как тихая река Кашья же Подобна Смертоносной Кобре Они обе Преданы Своему ордену И обе Скорбят По своим Падшим Сестрам Я бы Забрал Пару слов Которые Сказал В твой адрес Да теперь Уже Поздно Красавчик Забрал Пару слов Которые Сказал В твой адрес Да теперь Уже Поздно Так Что там Барив Чарси Очень приветливая Девушка Она местный Кузнец Обратись К ней Если хочешь Купить Или продать Оружие И доспехи Я рад Что молот Вернулся К нам И ты Вместе С ним Да Я рад Тоже Да Привет Чарси Огромное Тебе Спасибо Теперь Я наделю Один Из Твоих Предметов Магической Силой Обалдеть Так Поговорить Давайте Слухи О Гид Мне нравится Смешной Такой И где Он Только Не бывал И Всегда У него Найдется Какая Нибудь История О тех местах Хотела бы Я тоже Увидеть Все эти Чудеса Это Она Уже Рассказывала Ну Давайте Усилим Предмет Сейчас Обучение Новым Тут Механикам Нельзя Усилить Украшения И предметы С гнездами Магические Редки Уникальные Комплектные А какие Можно Тогда Этот Почему Почему Нельзя Потому Что Это Потому Что Это Дубина Наверное Только Самые Простые Если Я Не Ошибаюсь Можно Предметы Усиливать Ну Да Магические Редкие Уникальные Комплектные Нельзя Ну То Какие Кольцо Можно Ученика Улучшить Нельзя Можно Улучшить Превосходный Кушак Да Я Не Понял Ты Мне Его Улучшила Или Что Да Глифовая Пряжка Кушак Защита 2 4 Ячейки Она Улучшила Да Его Получается Или Нет Что То Я Не Понял Хотел Улучшить Кушак И Что Это Было Как То Получилось Что Меня Как Будто Кикнули Типа Из Этого Меню Возможности Улучшения Немножко Странно Все Это Выглядело Дело Ну Да Ладно Будем Считать Что Я Улучшил Кушак Короче Позже С этим Разберемся Мне Хотелось А Что Мне Хотелось На Самом Деле Ребят У Нас Здесь Миллион Просто Заданий И Все Очень Интересно Вот Давайте Почитаем Основное Задание Выполнила Это Инструменты Мастера Еще Одно Задание Шестое Пока Что Недоступно И Доступно У нас Только Поиски Декарда Каина Идите К Кругу Камней Каменистое Поле Дотроньтесь До Камней В порядке Описанном Свитке Инифус Перенеситесь В Тристрам Через Портал Наберегитесь Грядущей Опасности Давайте Это И Сделаем Да Продолжение следует Продолжение следует...